Что об этом можно сказать? Что такое для нас шлока? Для нас, как правило, поскольку мы читаем, ну, хоть в случае Ромаина, хоть в случае каких-нибудь Стотор или многих других произведений, шлоки являются наименьшая компактная единица высказывания метрически оформленного текста. Я так как-то попытался это сформулировать, чтобы было на каком-то мета-уровне. Для нас шлока – это наименьшая компактная единица высказывания. При этом она может быть равна одному предложению, она может быть равна, так сказать, содержать в себе два или даже четыре предложения небольших, или одну лишь часть предложения. Это тогда будет называться, как вы уже, наверное, помните, анжамбан, там, где предложение, некая структура, скажем, некое одно распространение, ну, большое предложение, которое выходит за рамки вот этой вот нашей условной, ну, не условной, а нашей вот структурной единицы, называемой шлокой или строфой. Еще раз напомню, что я употребляю уже последние, наверное, не знаю, да, десяток, полтора десятка лет слово шлока в значении, в том значении, в каком его употребляют индейцы, то есть значение любой стихотворной строфы, а когда, как вы, ну, напоминаю тем, кто, может быть, из вас еще вдруг не слышал или забыл, если вот в русской традиции как-то принято называть шлокой ануштубх, в индийской традиции ануштубх, это вот, вот, шлока написана, есть шлока, сочиненная ануштубхом, а есть шлока, сочиненная размером басанта тилака, или шадулови кредита, или арья, или еще любым другим размером, да, то есть строфа. Шлока как строфа, а не как строфа, написанная специфически ануштубхом, или сочиненная, если угодно, устным. Так, ну вот, и что, ну, можно так как-то расписать, да, ей анувар тэнти, мучэнти, да, то есть ей тэ, причем, помните, что это называется симметричный керриатив, да, мы называли, там, где относительный или соотносительный, неправильно говоря, местоимение, стоит в одном и том же падеже и числе, но только вот второго вот этого, местоимения тэ, правой части, его здесь нет, они, вот, усеченные такие керриативы, это совершенно нормально. Особенно для слог, для, ну, предложений, может быть, для высказываний бразаических, для них более характерны полновесные, полные формы коррелативных структур, вот, а здесь ей анувар тэнти тэй, мучэнти, да, тэй при этом выпущено, но подразумевается. И вот вторая слога, ей на анувар тэнти, тэн вэдди, перед нами асимметричный керриатив, да, множественное число, номинатив, именительный падеж слева и справа тэн, их аккузатив множественного числа, тэн вэдди. А вот как раз об этой конструкции тэн вэдди, которая будет составлять, так называемый, вот, предикативный акузатив, да, акузатив, предикатив в акузативе, или двойной, то, что мы всегда называем двойной акузатив, по образцу латинской грамматики будем говорить чуть ниже об этом. Делаем обычный такой вот, который я советую делать, всяким достойным ученикам, санскритянам достойным ученикам или студентам санскрита, которые хотят вот точно каждый нюанс текста понять, не гадать на кофейной гуще, а всё разобрать. По полочкам вот те люди, которые постоянно следуют, этому и дам моему учению, будучи обладателями веры. И вот здесь вот, да, мы можем, я посмотрел там опять другие переводы, я их сейчас не буду из экономии времени приводить. Ну, например, вот, Шадхавантага и Анасуянтага, во всём случае, Ярченкова, и, по-моему, у Смирнова тоже, как бы они вот, те верующие и те, ещё Ярченков как-то вот перевёл, по-моему, даже у Смирнова лучше, чем у Ярченкова получилось, Анасуянтага, как незавидующие, да. Здесь зависть совершенно ни при чём, да, вот, вот, честно говоря, здесь завидующие, Анасуянтага, значит, здесь совершенно ни при чём, сейчас посмотрим, что это такое, да. Будучи, да, во-первых, это Шадхавантага, ну да, это у нас суффикс, вот видите, я в такие фигурные скобки заключил от слова Шадха, вера, суффикс матуб, то есть обладатели веры, да, ну это совсем так вот, если совсем, совсем дословно близко к тексту, и будучи нераздражёнными или неропчущими, Анасуянтага, нежелающими зла, да, неропчущими, да, не ворчащими, да, не блюжащими, вот что такое, Анасуянтага. Это опять же у нас, что за форма, от Анасуя или Асуя, Анасуя, конечно, отрицательная форма, это Намадхатум, да, от глаголь, от именной глагол, вернее, да, основа от именного глагола Анасуят, Анасуя, Анасуя, прошу прощения, Анасуя, это основа от Анасуя, Анасуя, это форма от именного глагола, и от этого, от основы, от основы от именного глагола образовано уже причастие настоящего времени множественного числа. «Анасуян тагаш». «Анасуян» был бы один человек, а вот те люди, они «Анасуян тага». Так просто, на всякий случай вдруг кто-то в точности не понимает, что это за форма. И вот эти люди, те, которые... Прошу обратить внимание, вот «е», вот это «е» или «яд», или «ях», или «я» и так далее. Не просто «который». Везде, во всех наших учебниках грамматик написано «который». Нет, это не «который», а «тот», «который». «Е» – это «те», «которые». «Я» – это «тот», «который». «Я» – это «та», «которая». Вот чтобы наш... Скажем так, зачем я на этом так настаиваю? Чтобы наш дословный перевод сросся. Если вы напишите «которые» постоянно, вот что-то будет этому переводу не хватать. А то вот будет такой вот, тогда, извините меня, дурацкий подстрочник такой вот, он будет разваливаться.